Здравствуй, мой милый! Я тебе сейчас расскажу сказку про то, как из одного большого дома прогнали томисидов. Это вторая сказка про мальчика, который махал руками. Томисиды, если ты помнишь, это такие волшебные существа, которые могут плести магическую паутину и с ее помощью заставлять некоторых людей делать то, что они хотят. Впервые про то, кто такие томисиды, узнала одна женщина по имени Надя. Томисиды оплели паутиной ее маленького сына Степу, из-за чего он мог ходить только по одному маршруту, кричал и махал руками. С помощью феи-педагогус, мама Надя смогла избавить Степу от волшебной паутины. Фея-педагогус взяла маму Надю в иллюзорный замок феи Морганы, которая украла кусочек Степиной души. Мама Надя выменила украденный кусочек души на свою слепую материнскую любовь, и Степа выздоровела. Но когда мама Надя разговаривала с феей Морганой, она сказала фее правду, что она, эта фея Моргана, простая воровка и любит материнские горе и слезы, и поэтому крадет у детей их души. Когда мама Надя уже вернулась домой, а ее сын Степа выздоровел, фея Моргана сидела в своем волшебном замке и сердилась. Она вспоминала честную и неподкупную женщину, которая не поддалась на ее ловушке и которая сказала ей правду. И фея Моргана захотела ей отомстить. Но как именно отомстить? Она могла бы снова украсть кусочек Степиной души. Но если бы она это сделала, то слепая материнская любовь снова вернулась бы к маме Наде, а фея Моргана хотела сохранить ее. Ведь она такая красивая, сверкающая, переливающаяся. Фея Моргана сделала себе из нее прекрасный газовый шарф. И этот шарф так украшает ее. Нет, она не откажется от него. Фея Моргана должна придумать другой способ, как отомстить этой дерзкой маме Наде. И тут фея Моргана вспомнила про Томисидов. Ведь это ее народец. Они умеют плести призрачную волшебную паутину. Если заплести этой паутиной глаза взрослого человека, то человек начинает видеть не то, что есть на самом деле, а только уродливые, страшные вещи. Самые простые и понятные вещи начнут ему казаться неправильными и вызывающими неукротимую злобу. Самые лучшие люди могут попасть в ловушку феи Морганы и ее Томисидов. И тогда они превращаются в злобных монстров, которые только и мечтают как бы навредить окружающим. И призвала фея Моргана к себе Блаттарекса, верховного правителя тех Томисидов, которые жили в том же доме, где жила мама Надя и ее сын Степа. Явился Блаттарекс перед феей Морганой и склонился в низком поклоне. «Что угодно тебе, госпожа моя фея Моргана», – сказал он почтительно. «Мне угодно отомстить дерзкой маме Наде и ее сыну Степе», – ответствовала фея Моргана. «Но я не могу снова забрать у ребенка его душу, и у меня нет власти над дерзкой женщиной, поэтому отомстить должны вы с удовольствием». Блаттарекс был очень доволен таким заданием, потому что мама Надя лишила его племя очень удобного слуги и источника пищи. Фея Моргана сказала, «Вы должны будете взять в рабство соседей этой дерзкой женщины, оплетите их паутиной, и тогда они возненавидят и саму маму Надю, и ее сына Степу, и они отомстят ей за меня». Блаттарекс поклонился в знак того, что понял задание. Потом он почтительно произнес, «Госпожа фея Моргана, томисиды будут счастливы выполнить любое твое поручение. Но есть одна маленькая проблемка. Мы не имеем власти над этими людьми, ее соседями. Все они обладают целыми душами и человеческим сердцем, и паутина просто не задержится на них». «Пожалуй, ты прав», — задумалась фея Моргана. «Что же делать? У меня тоже нет власти над ними». «Возможно, госпожа фея могла бы у них что-нибудь украсть», — вкрадчиво промурлыкал Блаттарекс. Фея Моргана задумалась. «Нет, украсть у них просто так я не могу. Должен быть повод. Но у меня есть решение этой проблемы». Она быстрым шагом прошла к одному из резных сундуков, стоявших вдоль стен тронного зала. Сундук был инкрустирован разноцветными кристаллами, которые переливались, будто северное сияние. Фея Моргана открыла сундук и достала из него горсть кристаллов. Кристаллы выглядели тусклыми, пыльными. Видимо, они давно лежали в сундуке, и никто не касался их. Фея Моргана потерла их рукавом своего платья, и они заискрились и заиграли различными цветами и оттенками. «Вот», — сказала фея Моргана, — «возьми это. Это не кристаллы. Это свойства человеческого характера, которые я называю кривой глаз. Я заколдовала его и превратила в красивые камешки. Если вставить это человеку между бровей, то он начнет видеть вокруг себя только плохое, а хорошее не заметит, даже если ему это подсунуть под нос. Люди с кривым глазом всех критикуют и ругают. Они вечно всем недовольны, и все у них будут виноваты. Таких людей очень много, и добыть такие камешки не составляет труда. Видишь, у меня их полный сундук». Фея Моргана повела рукой, приглашая Блат-Тарекса заглянуть в сундук. Томисид почтительно приблизился и осторожно заглянул внутрь сундука. Сундук действительно был наполнен почти доверху. Рядом стояли другие сундуки, и они тоже были чем-то наполнены. Блат-Тарекс не сомневался, что фея Моргана собрала лучшие экземпляры человеческой глупости и злобы и при случае с удовольствием воспользуется ими. «Возьми эти камешки, вставь их соседям мамы Наде между бровей, и ты увидишь, что очень скоро вы сможете заплести волшебной паутиной их всех». Фея Моргана громко захохотала, предвкушая сладкую месть, с которой мама Надя не сможет ничего делать. Блат-Тарекс с поклоном принял камни и положил их в свою большую сумку, которая висела у него на плече. «Иди же, выполняй!» Фея Моргана повелительным жестом отпустила Блат-Тарекса. Томисид исчез с ее глаз. И через короткое время он снова возник в подъезде дома, где жили мама Надя и ее сын Степа. На лестнице он оглянулся и нырнул в ближайшую стену. Тем временем мама Надя и Степа спокойно жили и не вспоминали про Томисидов. С тех пор, как фея-педагогу вспомогла маме Наде забрать у феи Морганы украденный кусочек Степиной души, Степа очень изменился. Волшебная паутина больше не держалась на нем. Он перестал кружиться, перестал кричать и махать руками. И главное, перестал ходить по одному маршруту. Ему теперь нужно было много учиться и трудиться, чтобы наверстать все то, что он пропустил, когда был окутан паутиной. Мама Надя помогала ему в его стараниях и радовалась, когда у него получалось что-то новое. Когда Степа много кричал, то соседи мамы Наде часто спрашивали ее, почему он кричит и не бьет ли она его. Ей тогда было очень стыдно, и она объясняла им, что Степа просто всегда так делает. Теперь Степа больше не кричал, и соседи перестали приходить и спрашивать. И мама Надя успокоилась. Она радовалась тому, что у них началась нормальная жизнь, и они теперь такие же, как все. И вдруг, однажды вечером, когда они уже поужинали, и Степа собирался ложиться спать, в дверь постучали. Мама Надя открыла дверь и увидела соседа, жившего над ними. Соседа звали Марк Антонович, и в прошлом он неоднократно спрашивал, почему Степа так кричит. Когда мама Надя открыла дверь, то к ее большому удивлению и возмущению сосед начал на нее кричать. «Сколько это может продолжаться?» – кричал сосед. «Твой Степка топает так, что у меня полходуном ходит в квартире, и орет так, что вся штукатурка осыпалась, и вода в ванной протекла. Я на вас в полицию буду жаловаться и в социальные службы». Мама Надя ничего не понимала. Степы весь день не было дома. Он был в садике. Она сама забрала его оттуда, когда шла с работы. Один он дома не оставался, и топать и кричать никак не мог. Тем более, что сосед жил над ними, и в любом случае не смог бы услышать, если бы кто-то топал в квартире у мамы Нади. А уж про воду, которая протекла у соседа в ванной, из-за того, что кто-то якобы топал в квартире внизу, даже и сказать было нечего. Очевидно, что такого не могло быть. Нет, не так. Вода в ванную у соседа вполне могла протечь, если бы у него в квартире топал слом. Или не могла? В любом случае. Причем здесь стек. Это какая-то ошибка, сказала мама Надя Марку Антоновичу. Она совсем не хотела ни с кем ссориться, ведь в последнее время у них все стало так хорошо. Так почему вдруг сосед обвиняет их в том, чего они не делали? Но он ничего не хотел слушать. Маме Нади даже показалось, что он ее просто не слышит. И взгляд у него был какой-то странный. Сосед смотрел на нее и не на нее, а как бы сквозь. И ругался. Степка испугался, прижался к маме и заплакал. Мама Надя сказала, «Вы испугали моего сына. Если вы сделаете так еще раз, я вызову полицию». И с этими словами она закрыла дверь прямо перед носом у Марка Антоновича. Мама Надя успокоила Степу, и они сели читать книжку с картинками. И вдруг в дверь снова позвонили. Мама Надя подошла к двери и заглянула в глазок. Она подумала, что это снова сосед сверху. Но на этот раз пришла соседка из квартиры напротив. Соседку звали Марья Григорьевна. И мама Надя старалась не общаться с ней, потому что соседка всегда поджимала губы, когда встречала их на лестнице или во дворе. Хотя и не говорила им ничего плохого. Мама Надя открыла дверь, чтобы узнать, что нужно этой Марье Григорьевне. Соседка увидела маму Надю и сходу принялась громко и сердито кричать. «Твой сын рассыпал мусор по всей лестнице, а у меня под дверью оставил целый мусорный мешок». Обвинение было очевидно абсурдным. Степа был еще маленький, и мама Надя не посылала его одного выносить мусор. Иногда он помогал ей, когда надо было вынести несколько пакетов. Но мама Надя тщательно следила, чтобы ничего не просыпалось и не пролилось бы на лестницу. Марья Григорьевна кричала и грозилась. И при этом ее взгляд не фокусировался на маме Наде и не на степе, а соседка смотрела куда-то сквозь них, будто видела что-то, понятное только ей одной. Мама Надя вспомнила соседа сверху, и ее охватило странное чувство, что происходит что-то необычное, волшебное. Она спокойно и вежливо сказала, «Извините, Марья Григорьевна, мне кажется, вам не следует так кричать, а то у вас поднимется давление». И она закрыла дверь квартиры. Они вернулись к чтению книжки. Мама Надя читала степе сказку, а сама ждала, что еще произойдет. И не прошло много времени, как в дверь снова позвонили. Мама Надя подошла к двери и заглянула в глазок. За дверью стояла соседка снизу. Мама Надя знала, что зовут ее Света и что у нее есть двое сыновей чуть постарше Степы. Светин и сыновья часто играли на детской площадке во дворе, но никогда не принимали в свои игры Степу. Мама Надя догадывалась, что просто Света не разрешала им играть со Степой, хотя Степа очень хотел. Но Степа не обижался, раз они не хотят. Ну что ж поделаешь. Тем более, что у Степы появились друзья в детском садике, и мама Надя вместе с другими родителями часто организовывала для них совместные игры. Мама Надя открыла дверь, чтобы узнать, чего хочет от них Света. И она сразу же обратила внимание на Светин взгляд. Он был такой же, как у Марка Антоновича, соседа сверху, и у Марии Григорьевны, соседки напротив. Света смотрела сквозь маму Надю. И когда мама Надя открыла дверь, Света накинулась на нее с упреками и обвинениями. По ее словам выходило, что Степа сегодня был на детской площадке и обидел ее сыновей, что он насыпал песок им в глаза и что он кидал в них камнями и дрался. Мама Надя попробовала сказать, что Степа не был на детской площадке, что он был в садике. Но Света не желала ничего слушать. Она грозилась пожаловаться в полицию, отомстить и вообще говорила какие-то странные вещи. Мама Надя молча закрыла дверь. А наутро, когда они со Степой вышли из квартиры, чтобы идти в садик и на работу, то мама Надя увидела, что кто-то накидал мешков с мусором ей под дверь. Она очень огорчилась, но времени не было, поэтому они со Степой собрали мешки и выкинули их в мусорный бак. Весь день мама Надя думала о том, кто подкинул им под дверь мешки с мусором. И вечером, когда они вернулись домой, через короткое время начался ужасный шум в квартире над ними. Там кто-то топал, стучал, скреб железом по стеклу и вообще производил очень неприятные звуки. А потом присоединился шум и в квартире снизу. Там играла громкая музыка, кто-то кричал, рычал, мычал и мяукал. Мама Надя поднялась к Марку Антоновичу, соседу сверху. Она с трудом достучалась, потому что сосед не слышал ее штука и звонков за тем шумом, который сам он производил. И когда он открыл дверь, мама Надя с ужасом заметила у него тот же самый странный взгляд, как и вчера. Будто он видит что-то за ней, а саму ее и не видит. Мама Надя попожаловалась на шум и попросила не шуметь так громко, ведь уже вечер, и они со Степой хотят отдохнуть. Марк Антонович сказал на эту просьбу, мы с соседями поняли, что твой Степа угроза нам всем. Он вырастет и будет причинять нам всем вред. Поэтому мы хотим, чтобы вы съехали отсюда. Поэтому мы все будем делать для того, чтобы ваша жизнь здесь стала невыносимой, пока ты сама не решишь отсюда съехать. «Я пожалуюсь в полицию?» воскликнула мама Надя. «Жалуйся!» рассмеялся Марк Антонович. «Жалуйся! А мы пожалуемся, что ты бьешь своего сына, и его у тебя отберут. Ну, кто сильнее?» Мама Надя домой вернулась в ужасе. Она понимала, что если соседи действительно сговорились превратить их жизнь в ад, они это сделают. И что в полицию идти бесполезно. В лучшем случае полиция просто ничего не сделает. А в худшем прислушается к жалобам всех соседей, и она ничего не сможет доказать. Что же делать? Продавать квартиру? Уезжать? Но куда? Здесь у Степы есть хороший садик и друзья. А у нее есть работа близко к дому. Да и где гарантия, что такое не повторится и на новом месте? Мама Надя совершенно не понимала, что ей теперь делать. И почему возникла эта ситуация? Ведь еще вчера все было хорошо. Наступил вечер. Мама Надя сидела на кухне и плакала от отчаяния и бессилия. И вдруг ей показалось, что это уже было. Вот так же она сидела на этой же кухне и так же плакала. Когда это было? И вдруг из-под раковины вылез таракан. И словно вспышка света пронзила ее память. Вот оно. Фея приходила. А потом она, мама Надя, летала с ней в воображаемый замок. И там разговаривала с другой феей. Мама Надя вспомнила все. Она вспомнила, кто такие-то месиды. Тем временем таракан уже скрылся в пространстве между кухонным шкафом и стенкой. Может быть, он и не был томисидом, а был самым обыкновенным тараканом. Но благодаря ему у мамы Нади появилась надежда. Как же позвать эту фею? Мама Надя вспомнила, что у феи было смешное имя. Да-да, точно. Ее звали фея-педагогус. И там еще была какая-то песенка. Мама Надя уже забыла песенку. Ведь прошел почти год со времени тех событий. И вдруг в кухне зазвучал хрустальный голосок. Хождение, кружение, одно невезение. Сомнение, мучение, твое нетерпение. Смирение, забвение, неизбавление. Стремление, терпение, поиск решения. Выход есть, решение есть. Не ищи утешение, а ищи решение. Кто ищет, путь отыщет. Фея придет, беду уведет. Вот оно. Мама Надя попытается снова позвать фею-педагогус. Может быть, та будет столь добра и подскажет ей, как быть в этой ситуации. И мама Надя стала с надеждой напевать. Выход есть, решение есть. Не ищи утешения, а ищи решение. Кто ищет, путь отыщет. Фея придет, беду уведет. И точно, в дверь позвонили. Мама Надя подбежала к двери и заглянула в смотровой глазок. Она надеялась, что это фея, но и опасалась, что это опять соседи пришли выгонять их из дома. К огромной радости мамы Наде это действительно была фея-педагогус. Мама Надя открыла дверь и пригласила ее войти. Ну что у тебя стряслось? Фея-педагогус внимательно оглядывала комнату. Сын заболел? Нет, нет, воскликнул мама Надя. Извините меня за беспокойство. Я просто подумала, не будете ли вы так добры и не подскажете ли мне, что у нас происходит и что мне со всем этим делать. И она рассказала фея-педагогус обо всем, что происходило вокруг них в последнюю неделю. Я так боюсь, всхлипывала мама Надя. Вдруг они захотят сделать Степе что-то плохое. Они все стали такие странные, смотрят сквозь меня, будто там за мной стоит еще кто-то и совсем не слышат того, что я им говорю. Вот и сегодня, наверное, кто-нибудь придет со мной ругаться. Фея-педагогус задумалась, потом сказала, кажется мне, что здесь не обошлось без феи Морганы. Признавайся, ты сказала ей что-нибудь непочтительное? Мама Надя смутилась. Она вспомнила, что назвала фею Моргану воровкой. Не следовало этого делать, моя дорогая, сказала фея-педагогус. Фея Моргана очень мстительная дама. Не сомневаюсь, что она велела своим томисидам заплести твоих соседей волшебной паутиной. И теперь они не видят ничего хорошего, а видят только плохое, а там, где плохого нет, они его придумывают. Мама Надя вспомнила свой страх, когда стояла перед феей Морганой. Она сказала ей это тогда от страха и от отчаяния, которые ей тогда владели. Так что же теперь делать? Я готова просить прощения у феи Морганы, воскликнула она. Фея-педагогус подумала. Потом сказала, это уже не имеет смысла. Во-первых, фея Моргана никого и никогда не прощает. Она может сказать тебе, что простила, но указаний своих она не отменит и не оставит своих томисидов без легкой добычи. Так что же делать? Переезжать? Но ведь томисиды могут быть и в новом доме, а фея Моргана снова их на нас натравит. Мама Надя чувствовала бессилие и растерянность. Ты права, но можно попробовать освободить твоих соседей от волшебной паутины и прогнать томисидов из этого дома. Мама Надя с надеждой посмотрела на фею-педагогус. А есть такой способ? Есть. Но он сработает только в том случае, если у твоих соседей есть сердце. Если у кого-то из них сердца нет, то он так и останется рабом феи Морганы и ее томисидов. А сами томисиды не уйдут из этого дома никогда. Но ведь мы можем попробовать, ведь хуже же не будет, робко спросила мама Надя. Что надо для этого сделать? Фея Моргана достала из своей сумки уже знакомый пузырек с водой из источника жизни. Налей чистой воды вот в этот вот кувшин. Фея указала на хрустальный графин для воды, стоявший в серванте. Мама Надя не очень его любила, он был очень тяжелый, старый, из настоящего хрусталя. Графин этот был частью сервиза, в который входили еще хрустальные стаканы, вазы, что-то еще. Мама Надя достала графин, помыла его и налила в него чистой воды. Фея-педагогу скапнула в графин несколько капель из своего пузырька и закрыла графин крышкой. Фея пригласила маму Надю сесть за стол и налила ей воды из графина в хрустальный стакан. Во второй стакан она налила чуть-чуть на донышко и дала выпить степе. Мама Надя выпила воду и посмотрела на фею-педагогу свопросительно. Что делаем дальше? Фея-педагогу сказала, «Сейчас я буду говорить заклинание, а вы, она посмотрела на маму Надю и на Степу, повторяйте за мной. Когда заклинания подействуют, то придут те твои соседи, которых ослепила фея-моргана. Пригласи их всех в квартиру и напои водой с каплями из источника жизни». И она начала произносить заклинание, а мама Надя и Степа повторяли за ней. «Жили соседи в доме одном, часто ругались, мирились с трудом. Фея-моргана там ссоры творила, сетью обмана всех их накрыла. Ум, одурманенный злой паутиной, видит лишь ложь да бесчинство картину. Ликов несходства, ртов словоблудства, хамство господства, злобы безумства. Рада скандалам фея-моргана, счастливо мучить маму Степана. Разум соседей тонет в трясине, но сердце сумеет сжечь паутину. Сердце спасет от обманов вовек, сгинь сеть обмана, очнись, человек. Свалятся путы, сгорит паутина. Снова очистится мира картина. Они повторили эту песенку три раза и вдруг раздался стук в дверь. Мама Надя подбежала к двери и заглянула в смотровой глазок. Это пришел сосед сверху, Марк Антонович. Он был непривычно тих и покорно вошел в квартиру и также покорно сел, когда мама Надя пригласила его внутрь. Фея педагогус немедленно налила и ему воды из хрустального графина в хрустальный стакан. Он выпил воду и оглядел всех внезапно посветлевшим взглядом. Я, я, он явно не знал, что сказать, поэтому стал смотреть в пол и барабанить пальцами покрышки стола. Пантом поднял голову и решительно сказал, «Соседка, я пришел попросить прощения. Я так больше не могу. Я будто перестал жить в последние дни. Меня терзала злоба на тебя и на Степу. Я был готов вас просто разорвать на куски. Сам не знаю, что на меня такое нашло. Я совсем не хочу быть таким». И Марк Антонович снова печально опустил голову. Фея педагогу сказала, «Подожди немного, сосед сверху, скоро ты все узнаешь». Теперь они пели заклинание уже вчетвером. И скоро в дверь квартиры снова позвонили. В последние дни мама Надя пугалась звонков в дверь, потому что звонили яростно и требовательно. А сейчас звонившая рука явно была неуверена в себе, в своем праве помешать кому-то. Мама Надя побежала и открыла дверь. За дверью стояла соседка напротив Мария Григорьевна. Мама Надя не дала ей сказать ни слова, а сразу же взяла ее за руку, ввела в комнату и усадила на стул. А фея педагогу налила ей воды из графина в хрустальный стакан. Наконец Мария Григорьевна смогла открыть рот. Она смущенно посмотрела на Марка Антоновича соседа сверху и быстро заговорила. Моя дорогая, я пришла просить у тебя прощения. Сама не знаю, что на меня нашло, что на нас на всех нашло. мне так стыдно, я так сожалею. Прости меня за все мои выходки, ведь это я бросала тебе под дверь мусор. Хорошо, Мария Григорьевна, давайте, присоединяйтесь к нам, нам нужно выгнать из дома томисидов. Мама Надя была в восторге от происходящего, в восторге же был и Степа. Он тихо сидел на диванчике, следил за всеми горящими от восторга глазами и старался повторять за взрослыми слова песенки. Теперь песенку запели они все в пятером. И наконец еще кто-то позвонил в дверь. На этот раз это была соседка снизу Света со своими двумя сыновьями. Фея педагогу сдала им всем воды из хрустального графина и сказала ну вот все жертвы феи Морганы собрались здесь и она рассказала им всю историю феи Морганы мамы Нади и Степы а также о том почему фея Моргана решила отомстить маме Нади а потом добавила то что вы сейчас все собрались здесь говорит о том что у вас у всех есть сердце настоящее человеческое сердце но во лбу у каждого из вас еще есть магический кристалл кривой глаз который фея Моргана вложила вам между бровей пока он там вы не сможете вернуться к нормальной жизни чтобы избавить вас от кривого глаза нужно изгнать томисидов из этого дома они уйдут и унесут кристаллы с собой а сейчас повторяйте за мной и они запели все вшестером пусть волшебный томисид заклинание бубнит заплетает паутину ткет волшебную холстину превращает он в рутину жизнеяркую картину он иллюзии хранит ссоры тянет как магнит холстина холстина сгинь паутина сгинь уйди томисид захвати свой магнит захвати свой кристалл дом от вас уж устал уходи уходи ссоры все уведи дверь закрой позади никому не вреди не ходи к нам назад пусть у нас склад и влад пусть у нас польза впрок дружба помощь и долг когда они пропели песенку в третий раз вдруг из кухни появилось маленькое существо мама надя сразу узнала его ведь она уже с ним встречалась раньше конечно же это блат тарекс повелитель здешних томисидов остальные кроме феи педагогус с изумлением смотрели на него существо спросило сварливым голосом ну чего вам всем надо да мы такие мы вам все глаза заплели а вы поверили потому что вы всегда готовы в плохое верить лишь бы обвинить кого-нибудь а верили бы в хорошее слушали бы свое сердце на вас бы ни волшебная паутина не держалась ни кривой глаз бы между бровей не воткнулся он подошел к ним поближе давайте-ка их мне обратно фея моргана положит их снова в свою сокровищницу томисид взмахнул лапой и у троих соседей мамы нади со лба упали разноцветные переливающиеся кристаллы и запрыгали по столу ну вот осторожнее надо воскликнул томисид собирая кристаллы и укладывая их в сумку у себя на поясе ладно ладно мы уйдем я тут для нас отличное местечко присмотрел в соседнем доме там дом с центральным отоплением и полы с подогревом а вы оставайтесь с вашими сырыми конурками и томисид не торопясь направился к кухне когда у всех прошел первый шок мама надя спросила они правда уйдут из нашего дома фея педагогу задумалась скорее всего да обычно они говорят правду но не всю и не до конца блаттарекс сказал что они нашли себе местечко получше я верю в это но это не вся правда их туда привлекают не только полы с подогревом видимо там живут люди которых им будет очень легко опутать своей волшебной паутиной и магические кристаллы феи морганы им тоже еще пригодятся а нам сейчас придется проверять целостность всего дома томисиды вполне могли подкопать вам стенки и повыгрызать весь дом изнутри в этом плане они похожи на термитов марк антонович встал да сказал он задумчиво не ожидал я такого поворота такого развития событий не мог понять что это на меня нашло злился день и ночь с собой справиться не мог вот как хотелось мне гадости тебе соседка делать и не только с тобой ведь хотелось ругаться а начал ссориться я с коллегами по работе в магазинах начал скандалить но хорошо то что хорошо кончается пойду стенки простукивать а то вдруг и правда эти насекомые все изнутри повыгрызли разошлись и остальные соседи несколько месяцев ушло у них на то чтобы обнаружить все места в доме которые повредили томисиды но они не расстроились они провели очень сложную процедуру которая называется дератизация и дезинсекция если ты не знаешь что это такое то спроси у мамы потом они сделали совместный ремонт во всем доме все отмыли и поставили в подъезде цветы которые Степа поливал вместе с сыновьями соседки Светы и стали они все жить обычной хорошей жизнью соседи здоровались друг с другом улыбались друг другу и помогали друг другу когда возникала такая нужда и никто больше никому мусор под дверь не бросал а потом Степа и сыновья соседки Светы выросли и стали взрослыми и достойными людьми и каждый прожил свою хорошую и интересную жизнь а кому интересно тот пусть у них про это и спросит а мама Надя никогда больше не встречалась с феей Морганой и с ее томисидами она поверила тому что им сказал повелитель томисидов Блатторекс надо верить в хорошее и тогда кривой глаз феи Морганы не будет иметь над ними власти а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok